привет итак у нас есть грубо говоря остаток от какой-либо лопатки либо от бур от сверла и у меня значит он немножко модифицирован здесь вот есть две риски и устанавливаем смеситель ровно такой простой лайфхак да прибудет с вами сила на youtube канале стройплощадка засветилось много интересных мастеров все они делились очень полезной инфой так вот этот ролик мы решили сделать как выжимку в виде лайфхаков кстати ролики с некоторыми из специалистов которых вы сейчас увидите еще даже не вышли на нашем канале они все еще монтируются поэтому обязательно подпишитесь чтобы их не пропустить видишь все происходит но если вы не поняли то вы попали на канал стройплощадка мы занимаемся съемкой строительного контента а также сборка электрических щитов для квартир частных домов и отправка их транспортными компаниями по всей россии так что если вы например решили сделать себе электромонтаж своими руками то хотя бы закажите щиту специалистов небольшая порция лайфхаков есть у нас вот такой магнит у нас очень порой выручает что мы с ним делаем допустим нам нужно найти профиль металлический в гипсокартоне чтобы хорошо надежно закрепиться саморезом через профиль и при этом у нас допустим нету меток и профилей не видно то есть мы просто проверяем магнитом наличие каркаса за гипсокартоном также мы проверяем наличие арматур либо каких-то пластин на потолке перед тем как мы стреляем там уголки потому что в толстый металл гвозди от пистолета могут гнуться и летать разные стороны это очень опасно вот здесь наш профиль и кстати о чистом метре о котором я говорил здесь по согласованию заказчика мы решили принять за отметку чистого пола пол в подъезде поэтому мы берем рулетку и от пола в подъезде ставим отметку метр ровно метр аккуратненько чтобы не заругались а теперь мы берем лазерный уровень и из пола в квартире выставляем на эту отметку ну вот мы перенесли чистый метр к нам в квартиру теперь делаем здесь отметку и указываем что это высота равна 1000 теперь с помощью этого же лазерного уровня мы эту отметку можем перенести по всей квартире и у нас будет везде по всем стенкам оббит чистый метр от которого мы будем и позиционировать наши подрозетники плюс такой системы разметки в том что мы берем за чистый пол отметку 0 в коридоре в том что у нас не будет порожка при входе в квартиру например заказчик себе когда заменит дверь хозяин квартиры он поставит ее с маленьким порожком снизу и не будет об него спотыкаться даже если пьяный придет домой кстати лайфхак для вас друзья не надо никогда открывать упаковку вот как многие делают сверху потому что они потом оттуда начинают высыпаться да как дима вот соответственно просто берем аккуратно потому что однажды если прорезал так пальцы поэтому я уже на опыте держу сверху аккуратно и делаем небольшой прорез все реально у меня было сильно палец порезал до 5 перчатки на работе писать уже начали вот и теперь когда вам надо достать вы его туда достали и у вас пачка все так же и потом можно ее заклеить изолентой ну или чем угодно не важно чтобы они не высушивались там они были эластичными там спустя какое-то время таки как чистом чистом русском поле русское поле выполнить монтаж трубы с необходимым уклоном в один сантиметр на метр если нет оптического нивелира а лазерный нивелир чистом поле бесполезен без дополнительного инструмента но есть пузырьковый уровень так вот для выполнения монтажа с уклоном один сантиметр на метр нам необходимо измерить длину рабочей части существующего уровня в данном случае это 37 сантиметров исходя из этого найти предмет толщиной 3 7 миллиметров и примотать его к одной стороне нашего уровня далее мы ставим наш уровень на трубу шайбе в сторону уклона если пузырек занят центральное положение значит условия монтажа выполнена труба установлена с уклоном один сантиметр на поганый светит луна метр устанавливаем ее в нижнюю часть трубы ставим край уровня на нашу хрень и как мы видим пузырек находится в нейтральном положении значит труба у нас установлена с необходимым уклоном начинаем разметку потолка сейчас покажу как это сделать одному если у вас нет напарника первым делом я беру просто обычные уровень испорченные 40 сантиметров мне это длина удобно отмечаем отмечаем периметры вот у нас первая отметка сейчас мы идем другого во втором углу повторяли ту же самую операцию по 40 сантиметров от стен я отступаю для того чтобы по этим точкам потом проходила трасса вот у меня стандартно происходит так на 20 сантиметров от стены отступают коробки и на на этой и на этом расстоянии они находятся все в квартире чтобы но это было стандартно чтобы будущем можно было снять потолок в этом месте и ты точно будешь значит там есть коробка а на расстоянии 40 сантиметров от стены проходят все трассы для того же самым далее мы берем разметочную нить точнее отбивочную нить не знаю назвать и простую изоленту вот я чаще всего использую самоклеящиеся площадки они отлично клеятся на бетон вот у меня тут такой крючок специальный им я цепляюсь этим к этим площадкам но на данный момент площадке закупить не удалось и мы берем просто тримовскую изоленту с другой изоленты это не проканает она у нас самая липкая самая крепкая и подходит для таких целей так просто берем и приклеиваем нитку к потолку вот она реально будет держать и никуда не сползет далее идем противоположный угол устанавливаем нить на предыдущую отметку чтобы была четкая ровная линия и стреляем готово далее чтобы уйти в другую часть помещения мы можем просто поделить потянуть нитку и у нас она сама отвалится все готово и так у нас есть грубо говоря остаток от какой-либо лопатки либо от от бура от сверла не важно главное чтобы у нас было довольно таки хорошие ну полтора сантиметра где-то вот такая вот толщина или диаметр если это круглая отрезаем то есть наконечник рабочий да и делаем вот такую насечку можно сделать углубление небольшое просто его гораздо сложнее сделать потому что как правило металл довольно таки твердый и соответственно мы забиваем анкер клиния вот за счет того что помещаем клин в анкере вот в это углубление перекрестия вот здесь хорошо видно вот сейчас продемонстрируем как это выглядит особенно это удобно на потолке потому что на потолке идет большое количество выбор подвесов и бить молотком ну очень рука устает за них хорошо позволяет ускорить процесс работы сегодня моя задача приклеить вот такой вот алюминиевый плинтус у этого плинтуса нет своих каких-то креплений и поэтому креплю его на жидкие гвозди и попадаются такие моменты когда вот я его приклеил на жидкие гвозди а он отходит все равно держать его у меня нет времени потому что таких мест может быть несколько штук поделюсь с вами лайфхаком как сделать упор пока не высохнут жидкие гвозди отрываем малярный скотч клеим его на покрытие беру супер клей наношу клей на брусок который напилил заранее и вклеиваю этот брусок вставляя прокладку между плинтусом и вот этим бруском вклеиваю брусок прямо к скотчу придавливаю жду секунд 5 для того чтобы супер клей схватился к скотчу вот таким вот образом я могу приклеить плинтус сразу по всему периметру также вот в этой комнате у меня уже все высохло можно сделать таким же способом и к обоим прикрепить этот брусок вот я его под прижал к полу и вот сейчас я вам хочу продемонстрировать как это все легко снимается вот снимают обои обои при этом остаются целые плинтус зафиксирован к полу и к стенке углах я это делаю вот таким способом сразу фиксируется два угла через брусок вот сейчас я убираю убрал брусок легко убирается вот сменолеум и легко убрался скотч не осталось ничего не следа дальше убираем легко быстро убирается скотч не остается супер клей тоже не остается итоге мы получаем качественно приклеенный плинтус ровно прилегает к стенке смотрится красиво и идеально соответственно мы сейчас вывели наши провода да то есть вот они если помните они у нас загнута здесь я здесь не закреплял их стяжками внутри вот вот вспомните можете перемотать там на видео здесь стяжек нету только по вертикали у нас есть стяжки здесь нет для чего это нужно чтобы кабель у нас здесь свободного то есть я вот одержу он у нас вверх вниз гуляет есть определенный такой запас небольшой люфт но теперь что мы делаем я обычно начинаю самых ближних то есть от нашей оси с проводами до от нашего пучка вот соответственно берем вот пониже давай засними вот берем делаю загиб вот здесь пальцем чтобы он был прям напротив автомат то есть я сейчас вверх чуть-чуть поднимаю прижимаю к автомату то есть я прижал по центру оси и делаю загиб небольшой как он должен быть то есть он где-то вот тогда вот видите до загиб он равен вот вам на сбоку не видно вот вот этой оси грубо говоря с проводков ты этого до места в горизонте и вот по этой черте то есть по краю отрезаю чуть чуть выше вот прямо сейчас что было видно чуть чуть выше раз зафиксировал и отрезал после мы берем этот кончик зачищаем буквально где-то сантиметр там по 12 миллиметров если не ошибаюсь вот пока мы не протягиваем контакты заложу ее вниз прижал слегка по центру и без усилий свободно я это все дело закручиваю так вот нас она готова теперь чуть-чуть поправляем поджимаю и если мне надо вот например чуть выше чуть ниже да то есть это уже эстетическая сторона чуть чуть вниз нажал прям руками она чуть выше чуть приподнял так как там есть вот этот запас как я сказал что нет не нужен здесь у нас в горизонте стяжки стяжить вот эту всю полоску эта красота там никому не нужно должно быть удобно во вторых это запас кабеля если вам надо вы его вытяните можете нарастить что угодно с ним сделать то есть это тоже момент который часто мне говорят что запаса никакого нету он есть и опять возвращаясь к запасам кабеля вот смотрите я сейчас делаю как вам собственно все это показал отрезаю вот я отрезаю зачищаю и вот и вот вот он запас сейчас вытягиваю кабель жил просто вот это для тех людей которые говорят что нет запаса запас есть более чем достаточно чтобы если что-то нарастить обжать и так далее процессе работы случилось у нас вот такая штука как вы можете видеть щиты которые здесь нарисованы тут отсутствуют потому что получилось так что здесь оказался бетон этот бетон не был отмечен ни на одном проекте и не был нам сообщен не заказчиком не прорабом никем и поэтому нам быстренько пришлось переиграть переобуться в прыжке и перенести щиты на соседнюю стену она пеноблочная там точно никаких не будет проблем но есть один нюанс эта стенка она достаточно тонкая но сильно тоньше чем та которую мы предполагали здесь толщина 10 блок плюс штукатурка с двух сторон и для того чтобы когда мы вырезали щиты на прагме это 8 сантиметров глубина чисто самого щита плюс еще сколько то нужно будет для смеси чтобы отклеить нам нужно как-то подстраховаться будем использовать такой некий строительный лайфхак будем с этой стороны стены крепить по избиху и соответственно вот этот щит мы сейчас прикрутим сюда и с обратной стороны будем коронкой выбирать нужную глубину и будем надеяться и молиться чтобы эта часть стены не вывалилась но я надеюсь не вывалятся так короче чтобы вы понимали вот эти белые пятна это уже штукатурка и вот она нихера не отошла то есть ее там сантиметр на ноги то остался спасла все это дело наша фанера уровень пузырьковый обычный которому мы привыкли в данном случае плиточный уровень я сантехник пользуюсь плиточным уровнем потому что он дубовый и можно гвозди забивать ронять по нему можно бить молотком по этим местам обожаю такой уровень и у меня значит он немножко модифицирован здесь вот есть две риски сделаны болгаркой и межосевое расстояние расстояние между этими рисками равно 15 сантиметров для чего значит здесь мы устанавливаем настенный смеситель и здесь мы ставим уровень напротив на наши эксцентрики и юстируя эти эксцентрики мы одновременно контролируем и межосевое расстояние чтобы у нас смеситель встал у любого смесителя 15 сантиметров расстояния межосевое как раз для подключения юстируем эксцентрики выставляем покажи пожалуйста поближе вот видите у нас на вершинке стоит риска соответствует 1 и соответствует 2 кроме того еще и уровень мы контролируем и устанавливаем смеситель ровно такой простой лайфхак да прибудет с вами сила а для маски в качестве емкости будем использовать половинку от резинового мяча все в этой таре мы будем размешивать нашу замазку самое главное преимущество вот этого мячика что после того как вы мазали стакан и через минут 5 алебастер уже застывает вы просто его берете скомкиваете вытряхиваете и можете снова им пользоваться меня зовут алексей сейчас покажу как можно заделать отверстие просверлены не в том месте сначала зачистим ножиком чтобы ничего не торчало берем ненужный лес гкл просверливаем его с обратной стороны не на всю глубину теперь отрезаем лишнее у нас получается отличная заготовка для закладки примеряем мажем а а Разглаживаем. Можно чуть-чуть слой дать. Сука, за***лась. Привет. Видишь, что происходит? Задирает, закусывает пластик. То же самое с кабель-каналами, когда подрезаешь под подрозетник. Также и здесь с пластиковыми панелями. Для того, чтобы не закусывало коронкой, нужно поставить шуруповерт на реверс. Видал? Ну, тут дерет, а здесь нет. Ладно. Ладно, все, лайфхаки закончены сегодня. Ладно. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok